Строительство кафедрального собора идет нужными темпами. Во всю благоустраивается территория. Вокруг собора выкладывается тротуарная плитка. Высаживаются туи. В Нижнем храме работы практически завершены. Остались небольшие вопросы по вентиляции. Здесь необходимы вытяжки. В Верхнем храме до завершения гранитных работ осталась почти неделя. Сегодня последний день дорабатывают. У них материал, который они привезли сюда, закончился. Вот у них машина грузится в 19.00 часа. То есть либо 15.00 ночи, либо 16.00 утром они будут здесь, и бригада доделает все. Также уже привезли полутонные поликодила. После праздников приступят к монтажу подъемников для инвалидов. Губернатор напомнил всем присутствующим, что уже 21 июня приезжает специальная комиссия от Патриарха. И к этому времени почти все работы должны быть завершены. Об этом же шла речь и в Свенском монастыре. В храме в честь преподобных Антония и Феодосия Кеева-Печорских. Внутри храма стены уже оштукатурены. Остались несколько вопросов по поводу укладки плитки. Сразу же на месте выбрали и цвет дерева для перил лестницы. На втором этаже полы планируют сделать деревянными. Можно уже приступать и к закупке электрооборудования. Здесь нужно скорость воды. То есть определиться нам, где их. Если мы в Брянске, кто-то мне показывает вот это, вот это и вот это. Мы быстро закупаем. И в принципе в оставшееся время есть люди, есть возможности проплатить и повесить. Поинтересовался Николай Денин и тем, как идет строительство главной достопримечательности Свенского монастыря – Свято-Успенского собора. Отметил, что сделано немало, и все это только благодаря совместным усилиям. Галина Ковыч, Александр Друсинов, События Брянск.